Дарова всем, ребята, меня зовут Кент АПК, и прямо сегодня я хотел бы вам рассказать про самые крутые будущие обновления, которые должны добавить игрушку Stand Off 2. Ребята, будет очень много разной информации, которую вы даже не слышали, поэтому я вас очень прошу, пожалуйста, ребятки, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, потому что это видео про обновления, я знаю, что вы любите обновления, я их тоже просто обожаю, потому что почтены. Прямо в эту секунду поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, кто ждет обновления. Ну что же, а мы начинаем. Это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы, ссылка и промокод в описании. MyStandOff.ru И хотелось бы, ребятки, начать все это видео с пасхалок от разработчиков. Да-да, вам не послышалось. Я думаю, вы все знаете прекрасный игрок от Джампер. Так вот, Эксель Болт, когда у него было 100 тысяч, отправили ему вот эту вот картинку. Что мы тут видим? Ну, бабочки и так далее, я на это даже не обращаю внимания. Самое-самое главное, это справа зона 9. Да, это вы все прекрасно видите. Но вы еще, ребятки, не обратили внимания на одну деталь. Посмотрите. Написано Future, то есть будущее. И плюс нарисован значок коллекции. Если я, конечно, не ошибаюсь, если все так, то почтены. Это новая коллекция, ее значок. И вы посмотрите, какая-то мелкая птичка, наподобие калибри. Блин, ну это очень прикольно и заслуживает вашего лайка. Ну и, конечно же, самое-самое важное. Это, ребята, добавят ботов. Ну вы просто представляете? Добавят ботов стендов, и вы сможете создавать одиночную игру. Играть, когда нет интернета. Ну, как по мне, это просто нереально круто. Вот кто ждет ботов, давайте хэштег добавьте ботов. Потому что, ребятки, Эксель Болт, это не я сам придумал, написали в планах на обновление, что они планируют добавить в этом году ботов. Блин, я опупею просто. И, конечно, что немаловажно, это, ребята, кланы. Хотел бы поговорить немножко про них. Потому что в этом году должны добавить обновленную статистику каждого клана. То есть у клана будут его смерти, его победы, КД клана. Представьте, также можно будет объявлять войну другим кланам. То есть я возьму клан Киборги, да, это наш спектакльм-клан, и объявлю войну клану Вели. И вы, каждый из нас, сможет наблюдать за этой войной кланов. А все это сделано только для Кибер-арены. Чтобы можно было цивилизованно проводить кланы войны. Без постановок, без потасовок. Мы объявляем войну, деремся, и каждый из вас может смотреть статистику. Кто победил, кто проиграл. Насколько мне стало ясно, одна из самых основных целей в этом году, это выйти на Кибер-арену. Что же мешает вообще стенд-оффу выйти на Кибер-арену? Самая главная причина, это его же комьюнити. Как бы это смешно ни звучало, но из-за того, что очень много школьников, которые пишут всякую неадекватную хрень. Очень много просто неадекватов. Вы видели? Добавили же в чате, например, антиспам, антимат и так далее. Это все сделано с одной целью. Чтобы стенд-офф вышел на новый уровень киберспорта. Я вам хочу даже дословно прочитать, что и как планируют обновить в этом плане. Внутриигровые стримы матчей. Возможность записи матчей. Представьте, прямо в игре записывать матч. Ну это, блин, это офигенчик. Повтор после каждой смерти игрока. Уменьшение потребления трафика. И возможность добавления ботов в матч. Прикиньте? Как по мне, это офигенно. Потому что если в матчмейкинге кто-то выйдет, то на его место добавят бота. Прикиньте? И не будет никакого дисбаланса, как раньше. Не, ну конечно, бот будет играть похуже, чем игрок. Но это лучше, чем никого. И, наверное, самое глобальное обновление, о котором никто из вас, возможно, даже не слышал. Это, ребята, кастомные карты и скины. Карты и скины кастомны. Вы понимаете, что это такое? Да это просто полный трэш. Рассказываю вкратце. Это каждый из вас может самостоятельно добавить карту или скин наружу и играть с ним. То есть можно добавить различные карты на прохождение. Вы не понимаете, что это такое? Вы даже не слышали, что это такое? Можно добавить карты Банихоп. Прикиньте, и это все будет в нашем любимом стенд-оффе. Кастомные карты, кастомные скины. Можно будет, получается, добавить перчатки, например. Добавить свой скин на какое-то оружие. Блин, ну это офигенно. Ну а сейчас будет довольно-таки грустное обновление. То, что трейдов все-таки ребята не добавят. Потому что очень много доверчивых школьников, которых и так обманывают на скины. И разработчики боятся, что когда появятся трейды, тогда школьников вообще будут налево и направо разводить. Я лично такое мнение, я не должен страдать из-за каких-то школьников. И вы не должны страдать. Если их обманывают, пусть у них появятся мозги. Один раз обманули, два раз обманули. На третий раз у них появятся мозги. И тогда уже их точно никто не обманет. Поэтому я считаю, все-таки трейды надо добавить. Напишите ваше мнение в комментарии. И самое-самое интересное. Это то, что ребятки пообещали добавить карту Зона 9. Притом не просто Зона 9, как раньше, а обновленную. А почему убрали эту карту, вы, наверное, не знаете. Если хотите, я могу даже снять отдельное видео, потому что там довольно-таки интересные истории. Поэтому если хотите отдельное видео по карте Зона 9, давайте хэштег Зона 9. И все, вот так вот. Ну и, конечно, добавят два новых ножа, потому что раз в полгода выходит новая коллекция. В новой коллекции добавляют новый нож. Также добавят новые предметы, новые скины. Я думаю, это и так всем все понятно. Короче, почтеные, если вам понравилось подобное видео, обязательно поставьте лайк. И я сниму продолжение, что-то в этом духе. Также подпишитесь на мой канал. Ну и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кент АПК. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok